Российские летчики провели совместную тренировку в небе Сирии с пилотами Америки и их союзниками. Ее цель предотвратить возможные инциденты. Также военные наладили связь между пунктами управления в Катаре и на авиабазе Хмеим. Об этом сегодня сообщил начальник главного оперативного управления российского генштаба Андрей Картополов. Кроме того, он рассказал журналистам, что впервые российская авиация наносила удары по позициям террористов, используя данные, которые были предоставлены сирийской оппозиции. Экипажи самолетов ФВС России и Международной коалиции в специально назначенной зоне произвели сближение на минимально безопасное расстояние в три морские мили, установили друг с другом связь на заранее определенной частоте и обменялись сообщениями о параметрах своего полета. Сегодня Российская Федерация выполнила 12 самолетов вылетов по 24 объектам террористов с применением боеприпасов повышенного могущества и высокоточных авиабомб КАП-500 в районе Тадмора, Дерезора, Итрии и восточнее Алеппо. Вот координаты всех этих объектов были нам переданы представителями оппозиции. Андрей Картополов подчеркнул, Россия неоднократно заявляла о готовности взаимодействовать со всеми сирийскими патриотическими силами, ведущими борьбу против террористов, запрещенных в нашей стране организацией «Исламское государство» и «Джабхата Ан-Нусра». В ходе последних ударов уничтожен командный пункт боевиков, склад боеприпасов и 22 укрепленных объекта.